2014 год для России особенный. На протяжении последних нескольких лет страна готовится к важному и ответственному событию – зимним Олимпийским играм в Сочи. Координацией проектирования и строительства спортивных комплексов для игр занимается Госкорпорация «Олимпстроя». Одна половина сооружений для проведения Олимпийских соревнований находится высоко в горах, другая – около моря. Расстояние между горным и прибрежным кластерами около 50 километров. В этом фильме мы подробно расскажем о спортивных комплексах горного кластера. Здесь, между горными хребтами Аибга и Психака, протекает река Мзинда. В ее долине, на гребнях и склонах гор располагаются лыжные центры, трамплины и трассы. Скоростные канатные дороги и два транспортных хаба обеспечивают быстрое сообщение между спортивными комплексами Олимпийской деревни, гостиницами и медиа-центром. Соревнования по лыжным гонкам и биатлону, прыжкам с трамплина и бобслею, сноуборду и фристайлу пройдут в горном кластере. Комплекс трамплинов расположен на северном склоне хребта Аибга, рядом с железнодорожной станцией Эстасадок. Во время Олимпийских игр на этой территории пройдут соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Международные эксперты не случайно выбрали это место. Здесь, на стыке двух хребтов, спортсмены защищены от порывов бокового ветра, а трамплины гармонично вписываются в окружающий ландшафт. В постолимпийский период сооружение будет использоваться как национальный тренировочный центр. Завершение строительства намечено на 2011 год. Горнолыжный центр «Роза-Хутор» расположен на хребте Аибга. Здесь находится самая высокая точка, на которой пройдут соревнования во время Олимпийских игр. На склонах «Розы-Хутор» пройдет 10 видов соревнований по горнолыжным дисциплинам, включая скоростной спуск, слалом и слалом-супергигант. Для этого здесь проложено 9 километров горнолыжных трасс, спроектированных легендарным Бернардом Русси, олимпийским чемпионом по скоростному спуску. Горнолыжный центр строится на постоянной основе и будет завершен в 2011 году. Неподалеку от плато «Роза-Хутор» расположены сноуборд-парк и фристайл-центр. Здесь на высоте более тысячи метров над уровнем моря оборудованы специализированные трассы для лыжного кросса, акробатики, могула, сноуборд-кросса, параллельного слалома-гиганта и хавпайпа. Парк также служит местом сбора любителей экстремального катания на лыжах и сноуборде. Как и все строения горного кластера, центр представляет из себя капитальную постройку неразборного типа. Строительство комплекса будет завершено в 2011 году. Санно-бобслейная трасса в Сочи – первая в России трасса для проведения соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону международного уровня. Всего в мире их насчитывается не более 20. Сочинская трасса станет самой безопасной. Здесь будет три контруклона, что ограничит скорость саней 137 километрами в час. На аналогичной трассе в Уистлере скорость превышает 150 километров в час. Санно-бобслейная трасса строится на постоянной основе и будет завершена в 2012 году. Совмещенный биатлонный и лыжный комплекс расположен на гребне и склонах горного хребта Психака, рядом с Красной Поляной. Комплекс включает в себя два отдельных стадиона с зонами старта и финиша. Две системы трасс для лыжных гонок и биатлона, стрельбища, а также зоны для подготовки. Во время Олимпийских игр здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам, двоеборью и биатлону, а в постолимпийский период объект будет использоваться как лыжный комплекс международного значения. Сооружение строится на постоянной основе и будет завершено в 2013 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова